Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перепетум или же Александр, и сейчас я поиграю в довольно необычную игру под названием William the Conqueror, что переводится, я полагаю, как Вильям Завоеватель. Дело в том, что у нашего героя украли девушку, и он решил отправиться на её спасение. Но прежде чем он сможет её спасти, конечно же, на его пути встанет немало монстров, которые будут ему в этом мешать. Но Вильям очень крут и, конечно же, сможет одолеть этих монстров, потому что он будет бежать вперёд, мы будем его потихоньку прокачивать, он будет зарабатывать деньги и убивать монстров и спасать свою принцессу. Что ж, поехали! И здесь одна есть очень интересная особенность. Чтобы Вильям наносил большой урон, нужно накапливать ему этот урон. Нужно постоянно нажимать, и тогда приплюсовывается урон справа. Вы видите, да? Плюс 12, плюс 14, плюс 13. И, к сожалению, Вильям не так уж и крут. У него всего лишь деревянный меч, деревянный щит. И он пытается с помощью этого оружия разрубить мешки, которые находятся на этих статуях, на этих тренировочных статуях. Ну ладно, ничего страшного, Вильям. Мы тебя со временем прокачаем. И да, действительно, посмотрите, за каждую статую я получаю 50 монет. И я за эти деньги смогу что-нибудь прокачать. Например, скорость боя, потому что уж больно медленно наш Вильям сражается. Это на самом деле не круто. Увеличу урон и увеличу урон здесь. Отлично. И даже бонус к деньгам увеличу. Всё, теперь наш Вильям стал немножко мощнее и с двух ударов убивает монстров. Но, к сожалению, теперь за монстров дают не так много денег, как давали за эти мешки. Как итог, лучше, Вильям, иди сражайся с мешками. От этого толку больше. Возможно, когда-нибудь ты сможешь натренироваться и убивать нормально монстров быстро. Кстати, не мешало бы регенерацию прокачать, потому что монстры бегут, их всё больше и больше, а здоровья у меня довольно мало. Кстати, Вильям ещё может использовать магию. Это метеорит и заморозка. Но пока в этом смысла... Нет, в этом смысл есть. Потому что ещё чуть-чуть, и меня бы эта летучая мышь уничтожила бы просто. Это было бы неприятно. Давайте ещё здоровье прокачаем, чтобы было 250, чтобы я мог зайти дальше. Потому что, когда я буду умирать, я просто буду начинать заново. И нашему Вильяму придётся вновь проходить все эти тягостные испытания. Но только не сегодня. Сегодня мы прокачаем Вильяма. Он станет мощнее, он станет смелее, он станет быстрее. Ну и монстры, конечно же, будут умирать лучше. И вообще, может быть, нету никаких монстров. Он просто сражается, блин, с животными. Может быть, он просто сошёл с ума. Такое ведь может быть. Почему бы и нет. Многие персонажи игр, в которые я играю, почему-то сходят с ума. Я не знаю почему. Может быть, это я сошёл с ума, а не персонажи игр, поэтому все у меня сошли с ума. Я не знаю. Ладно, в принципе, речь сейчас идёт не об этом. Речь идёт о том, смогу ли спасти я принцессу или нет. Блин, эта летучая мышь очень суровая. И почему у неё жало есть? Видимо, это действительно непростые монстры и бараны. Бараны выглядят очень злобно. У них красные горящие глаза и огромные клыки. А у баранов, по идее, не должно быть клыков. И это неправильные бараны. Неправильные бараны какие-то. Нужно им всем отрубить копыта. Всех убить нужно, если они нападают на меня. Тем более, посмотрите, я просто бежал, как бы никого не трогал. Ай, зарубили меня, да. Бегу себе, никого не трогаю. Думаю, сейчас прибегу к принцессе и всё будет хорошо. Нет-нет-нет-нет-нет, не тут-то было. Я бегу. И что происходит? Они начинают на меня нападать. Я не хотел с ними сражаться. Они первые начали. Ну, раз так, окей. Окей. Что, первая летучая мышь уже померла, да? И вторая сейчас тоже отправится вслед за ней. Хотя она бьёт меня больно, но я увеличу атаку и за счёт этого буду бить больнее. И надеюсь, даже получится некоторых монстров убивать с первого удара. Ещё мне не мешало бы прокачать регенерацию, конечно же, здоровья. Чем больше регенерация здоровья, тем больше я смогу жить. Кстати, бараны умирают уже с одного удара. Так, очередная летучая мышь. И умрёт она всего лишь... А нет, с одного удара. Блин, неплохо я прокачал атаку, хочу вам, ребята, сказать. Очень даже неплохо. Возможно, есть смысл даже прокачать ещё раз атаку. Только не вот эту, не за клики атаку, которая увеличивается, а обычную атаку, стандартную. Видите, сейчас стандартная атака 20 и плюс 40 атаки за клики. Для этого приходится кликать. То есть, наверняка найдутся умники, которые просто ставят игру и, мол, он будет бегать и добывать деньги. Но это будет происходить медленно, если вы не будете кликать. Поэтому кликать надо. Кликанье — это жизнь. Хотя это и не кликер игра вовсе. Вовсе и не кликер. Ну что ж, что ж, что ж. Кто-нибудь, кроме летучих мышей и барашков, сегодня будет на меня нападать? Или мне постоянно будет приходиться сражаться только с ними? На самом деле, я не хочу сражаться с летучими мышами. Не хочу сражаться с барашками. Они ведь добрые, я думаю. Они не желают мне зла. Хотя, хотя не желают мне зла. Я пытаюсь утешить сам себя. Регенерация обязательно мне нужна. Странно, что я прокачал регенерацию, и у меня улучшилось оружие. Теперь это какой-то маленький стальной ножик и щит. Должно было быть иначе. Оружие должно было прокачиваться, когда я прокачивал себе урон. Но нет, почему-то. А щит, например, когда я прокачивал себе здоровье. Так как я стал более неуязвимым. Но нет, я прокачал регенерацию, и у меня улучшилось оружие. Странно? Да, согласен. Почему так происходит? Непонятно. Но так происходит. Эх, еще барашек. Эх, бараши. Еще бараши. Еще много-много-много-много барашков. О, зато денег сколько из них падает. Просто налюбоваться не могу. Вот я не знаю сейчас, что прокачать. Либо урон большой, либо скорость атаки. Я не знаю. Давайте, ладно, прокачаем урон. Еще два раза. Один раз я прокачаю старый урон. Блин, а вот, кстати, пошли уже злобные какие-то кровавые барашки. Видимо, это сам сатана их послал. Или эти барашки уже успели накролесить и кого-то убить. Я не знаю. Это опасно. Такс. Теперь у меня будет большой урон. И первые барашки, вот эти обычные, думаю, будут падать с одного удара. Я надеюсь. Да, на это. Отлично. Обычные барашки падают с одного удара. А вот эти вот сатанистки будут падать с двух ударов. Неплохо, неплохо. Но этого тоже явно недостаточно. Плюс еще какие-то дети на меня нападают. Это карлики или это дети? Не могу понять. Если это дети, это очень плохие дети. Их плохо воспитывали. Потому что они... Идет мощь, жик, никого не трогает. Подбегают дети и начинают его рубить. Ну, это разве же нормально? По-моему, это не должно так происходить в нашем мире. В 21 веке. Ну, ладно, там 500 лет назад. 600. Но не в 20 же в первом веке. Ну, елки-палки. Ну, в самом-то деле. Блин, опять меня убивают. И меня убили. Бляха-муха. Эх. Не хотел я погибать, но... Такова игра. Приходится. Такс. Еще раз прокачал атаку. И теперь у меня в планах прокачать еще раз регенерацию. Чтобы я мог дольше жить. И, пожалуй, скорость боя. Это очень полезные прокачки. Есть еще прокачки справа. Но они какие-то совсем уж грустные. За 140 монет всего лишь прибыль увеличится на 5%. Это, ну, реально мало. Да, плюс 5% прибыли. Ну, оно того не стоит, я полагаю. Оно того не стоит. Плюс 8% шанс критического удара. Вы серьезно? Ну, ладно, давайте прокачаем. А, каждый раз будет увеличиваться на 4%. Я понял. Нет, это не серьезно. Это реально не серьезно. Лучше я прокачаю себе урон, скорость боя, регенерацию. И буду хорош. А все эти сомнительные прокачки, ну, их в баню. Так, с регенерацией у меня уже 6 единиц здоровья в секунду. И пока я буду добегать до новых монстров, я буду полностью отрегениваться. К тому же, во время битвы я буду регениваться, и монстрам будет сложнее меня убить. По-моему, это супер. По-моему, это классно. Это даже в какой-то степени достойно уважения. Теперь мой чувак не будет погибать просто так. Хотя он и так вроде просто так не погибал. Монстрам приходилось неплохо попотеть, чтобы меня убить. Но теперь им будет еще сложнее. Намного сложнее, я думаю. Эх, карлики продолжают бегать. Зачем вы бегаете, карлики? Зачем вы пытаетесь меня убить? Я не знаю. Я как бы ничего не имею против карликов. Карлики это такие же люди, но когда карлики начинают убивать меня, это не очень-то и прекрасно на самом-то деле. Не очень-то и прекрасно. Ладно, прокачаю скорость боя себе. Так, с и потом нужно будет, наверное, прокачать все-таки здоровье. Хотя бы разочек. Хотя бы один маленький разочек. Чтобы у меня было не 250 единиц, а сколько? А 550. Вот это уже другой разговор. Теперь враги меня не будут убивать так быстро. И карлики тоже не смогут просто со мной справиться, как это было раньше. Я стал злым, кстати. Но правый столбец прокачек вообще какой-то печальный на самом-то деле. Там, по сути, ничего и не улучшается. Так что я туда даже смотреть не буду в сторону правого столбца. Буду заниматься только прокачкой левого. Потому что левый, ну, левый хороший столбец. Правильно, я бы даже так сказал. Хорошие там прокачки. Меня это устраивает. Так, с еще очередной барашек. Барашек, барашек, барашек. Был барашек. Где барашек? Нет барашек. Еще барашек. Блин, блин, блин. Летучая мышь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего у вас не вышло. И опять карлик. Так, хочу увидеть я уже новых монстров. Потому что карлики это не монстры. Я хочу увидеть монстров. Именно монстров. Типа вот этих вот летучих мышей новых. Каких-нибудь, там, не знаю, которые стреляют ракетами. Каких-нибудь барашков новых. Так, скорость боя прокачаю. Почему-то хочу прокачивать скорость боя. Люблю, когда мои персонажи боюют быстро, шустро и активно с врагом. Это всегда хорошо. Это всегда правильно. Это всегда удобно. Так, и опять летучая мышь. Привет, летучая мышь. Привет. Пока. Тан. И еще парочку. Пах. Пах. А нет, еще, смотрите-ка, жив. Все. Теперь мертв. Фух. Фух. Я бегу, и ничего не происходит. Я бегу, и ничего не меняется. Разве это нормально? Где, черт возьми, уже моя принцесса? Принцесса. Сколько мне нужно еще до тебя бежать? Я не знаю, принцесса. Фух. Наверное, регенерацию стоит прокачать. Да, потому что начинают меня очень бодро убивать, а здоровья не хватает. Можно, в принципе, увеличить количество здоровья. Да, это круто, но если оно закончится, как бы ничего хорошего не произойдет. А вот регенерация, она не закончится. Она всегда будет работать, и всегда я буду регенерировать, и всегда у меня будет прибавляться здоровье. Посмотрите, сейчас у меня довольно бодро прибавляется здоровье, и поэтому бояться врагов в принципе не стоит. Да, возможно, я смогу за один раз забежать дальше, если у меня будет просто много здоровья. Но разве в этом есть какой-то смысл? По-моему, нету. Нужно, нужно просто долго выживать, благодаря как раз-таки регенерации я могу себе это позволить. Такс, увеличение урона. Было бы классно, если бы тут была какая-нибудь способность отрегениваться еще от удара, отхиливаться. То есть я бью врага, и какой-то процент из урона, который я наношу врага, переходит ко мне в здоровье. По-моему, тоже было бы довольно удобно. Как вы считаете? По-моему, удобно. Ух, ну сколько я еще буду бежать до того, как я умру? Я уже устал, я хочу умереть. Даже так я скажу. Даже так. Очень медленно передвигается наш герой. И знаете, что я заметил? У него довольно интересная ухмылка на лице. Что-то в духе... Ха-ха-ха-ха-ха. Я вырежу вас и ваши семьи. Я не знаю, наш герой оказывается может быть и не добрый вовсе, а злодей еще тот, которых поискать нужно. Потому что реально злое лицо у него. Не хотелось бы мне связаться с таким парнем в жизни. Может быть и нет никакой принцессы. Может быть он действительно сошел с ума и просто бежит и рубит мирных жителей. А они пытаются как-то сопротивляться. Кстати, пошли какие-то мощные враги довольно. Папуасы какие-то, неандертальцы. И делают они мне бубо. Ну а с двух ударов они все падают. С двух ударов они просто все уничтожаются. Так, прокачаю себе еще урон. И я не умру, по-моему, никогда. Если буду продолжать в том же духе. Пам, пам, пам. Ну, Папуас мне даже ударить толком не может. Он что-то махает своей булавой, махает. Но это ни к чему не приводит, естественно. Блин, получается так, что в этой игре умирать, это по сути нельзя. Если правильно вкачать вещи. Там урон, регенерацию и прочее, прочее, прочее. Ох, какой-то и новый Папуас бежит, синяя. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только я сказал, что нельзя умирать. Как меня пришел и убил жесткий Папуас. Ну, в общем-то, ребята, вот такая вот игра. Довольно прикольная. Если вам некуда девать свое свободное время, вы можете в нее поиграть и потратить это время. Скоротать, может быть, минут 30-40. Может быть, даже час в этой игрушке. Если вы кого-то ждете, наверное, это будет прикольно. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока. Ребята, пока.